МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория Ефимовна, вы также являетесь основателем лаборатории современного танца в Институте искусств. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. И почему, собственно, лаборатории? Скажу так, что у меня на тот момент, когда пришла идея о создании какого-то коллектива, у меня не было самостоятельного коллектива танцевального, с которым я могла бы работать именно как хореограф по танцу. Как мы говорим, что хореограф – это работает над хореографией, чистой хореографией. У меня были актеры, я работала уже в институте, тогда это была еще Академия искусств. И, как правило, с актерами мы занимались, и они проходят все стили и направления танцевальные, но мне хотелось чего-то особенного. То, что прошла я как танцовщица. Ну, хочу сказать, что как танцовщица я прошла многое. Это хореографическое училище в детстве, потом работа в театре оперы балета в Ашхабаде как артистка балета. Я уже была солисткой балета, но переехала к себе домой, в город Хабаровск, и работала в театре музыкальной комедии. В дальнейшем я переехала в город Ладивосток и оказалась в театре камерного танца Ольги Бавделович. Это был необычный театр, и мне очень хотелось тогда в нем работать, потому что там присутствовал не только танец, но и драматургия, актерская игра, скажем так, танцовщиков, и такая полная отдача танцу, полная во всем. Это и в технике, и в лексике, и в каких-то идеях, философии и так далее. И я думаю, что именно это повлияло на то, что я хотела коллектив именно современной хореографии. И вот так, с такой идеей я обратилась у нас в институте к проректору по международным связям и инновационной деятельности Кали Алексеевне Смородиновой. Также к декану нашего театрального факультета, к заслуженному артисту России, это Александру Ивановичу Запорожцу. Они поддержали эту идею, и также это все одобрил наш ректор Андрей Матвеевич Чигунов. И вот так сложился такой проект, который я именно назвала «Лаборатория современного танца». А современный танец все-таки понятие растяжимое. Есть много видов, много направлений. Какие конкретно представляете вы в своей лаборатории? В последнее время современный танец, как мы говорим, это контемпорария, который включает в себя различные виды и направления танца. Это и джаз, это модерн, и элементы йоги, элементы каких-то восточных единоборств и прочее. И, конечно, в первую очередь, я так бы сказала, что это импровизация. Почему я говорю, что это лаборатория? Потому что именно в лаборатории мы можем как-то импровизировать. То есть импровизировать с лексикой, которую мы проходим, как основное направление. Если мы проходим джаз, мы проходим модерн, в то же время занимаемся классикой, занимаемся иногда йогой. То есть это входят какие-то элементы йоги в наш класс, скажем так. И с этим потом очень интересно импровизировать. Что получается? Импровизируют актеры, участники, импровизируют хореограф, я. И мы берем различную музыку, и из этого складывается какое-то действие. Действие танцевальное, действие с какой-то своей идеей. И вот так мы выносим это все на зрителя в дальнейшем. Может быть я ошибаюсь, но мне лично кажется, что по сути современная хореография, в данном виде, о котором вы сейчас рассказали, это такая, может быть, даже основа для танцора. Правильно я понимаю? Ведь это момент импровизации, это также внутренняя проработка самого себя, не только техника. Мы оттачиваем, получается, не только технику, но в современном танце очень много уделяется вот работе со своим телом, внутренне именно. Ты слушаешь себя, как говорят, услышь себя. Как тебе хочется двигаться в данный момент. Правильно ведь действительно? Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому и существует различный темп, скажем так, в занятиях. Есть очень медленное движение, очень растянутое, чтобы человек почувствовал свое тело. Много работы с полом. И ведь мы знаем, что модерн, танец модерн, это такое, как, скажем, заземление, работа с центром тяжести. И в модерне, конечно, есть там в лирикал джазе, есть и прыжки, и высокие. Это все присутствует. Но все равно есть какое-то заземление, есть какая-то статика, есть передача из статичного состояния, из динамичного, в какое-то спокойное состояние. Есть даже такая техника динамический релиз. Казалось бы, динамика, в то же время расслабление, казалось бы, несочетаемо, но в то же время это сочетаемо. И поэтому на базе обучения мы действительно чувствуем свое тело. Мы чувствуем свое тело и пытаемся понять, где у нас что находится. И такой же способ и метод я, как педагог, и вообще, я думаю, что все и наши педагоги, и вообще педагоги в коллективах, они также применяют к своим учащимся. Потому что сначала медленно приходят к нам актеры, которые не занимались раньше танцем, они даже не могут срастить сразу быстро, где правая рука, где левая нога, где левый локоть, где пятка и так далее. То есть для этого им надо сначала почувствовать себя, понять. Я помню, упражнения говорили, почувствуй себя морской капустой, когда ты балансируешь в пространстве. Совершенно верно. Есть какие-то ассоциативные моменты, и человек начинает себя представлять кем-то, чем-то, и вот ощущение, и почему я говорю, что работа с полом, она очень хороша, что тело расслабляется где-то, оно расслабляется, и мы понимаем вообще, о чем речь. Но потом, конечно, темп увеличивается, и в занятиях он чередуется, конечно же. Есть определенная разминка, есть определенные упражнения, движение – это на полу, есть три уровня – это портер, это средний уровень, и стоя, как мы говорим, стоя, или прыжки, кроссы, которые мы проходим, это передвижение в пространстве. Это уже такая большая динамика идет. И очень важно, мне кажется, это партнеринг, да, работа с партнерингом? Безусловно. Вот импровизация, как я уже говорила, импровизация, импровизация с телом, импровизация с мыслями, она выводит на контактную импровизацию, есть, как мы говорим, контактная импровизация, есть партнеринг, но это такое специфичное, я считаю, что для хореографов, для танцовщиков, это какое-то такое небольшое разделение. В партнеринге мы больше чувствуем, больше берем поддержек, больше каких-то таких статичных, если мы говорим, что в партнеринге это делается так, это делается так, вот, то в контактной импровизации это именно импровизационный контакт, и какие-то поддержки, они сами с собой начинают получаться, и тоже этим надо уметь заниматься, есть уровень для начинающих, есть класс для среднего уровня, и есть для продвинутых, и когда уже продвинутый класс, ты уже там не думаешь, ты уже идешь на эту поддержку, ты знаешь, что тебя не уронят, и так далее. Вот этим мы тоже занимаемся в лаборатории, вот, и периодически даже со студентами театрального факультета, это очень помогает, это очень сплачивает, и как-то, и потом, если мы ставим какой-то номер, ребята начинают больше ощущать друг друга, больше ощущать и пространство, и рядом с собой партнера. Знаете, говорят, что если ты, ну, это так обычно и бывает, но бывает, что сразу после хореографического училища артисты балета становятся солистами балета, это замечательно, но когда ты прошел стадию кардебалета, когда ты понимаешь, что рядом с тобой, чтобы тебе открыть руку именно туда, куда надо, вот, и не задеться рядом своего соседа, это развивает боковое периферийное зрение и так далее, вот, то потом ты уже солист, ты уже понимаешь, что там у тебя масса кардебалета и так далее. Вот так же и в контактной импровизации, которая очень помогает вообще развитию, ну, работе друг с другом. И вот интересно, что действительно это полезно не только танцорам и артистам, а и обычному человеку, я правильно понимаю? Совершенно верно, совершенно верно. У нас здесь периодически проходят такие уроки, я знаю, в Театре танца Каури, Татьяна Домовидова дает общие такие, ну, это объявляется не только для своего коллектива, но и для участников других коллективов, и также для людей, которые просто не имеют профессии танцовщиков, там, хореографов и даже не танцующие люди. Я также периодически езжу, одно время вообще постоянно ездила на летнюю школу ЦЭХ, Центр экспериментальной хореографии в городе Москва. И у меня очень много пройденных мастер-классов, очень много. И я сама просто это люблю, не все даже применяю со своими танцовщиками, потому что не успеваешь и с актерами тем более. Но это очень помогает мне как хореографу в работе. И когда ты приходишь на класс, вот, и там очень много, скажем так, психологов, экономистов, вот, ну и, конечно же, там актеров с вузов московских, режиссеров, которые любят заниматься, ну, вот именно контактным, провязать своим партнерингом, ну и просто контемпорарей, современной хореографией в целом. Это правда очень здорово и интересно. И вот хочется, хочется прийти и танцевать. И ходить, мы всех приглашаем, мы всех приглашаем. Вот, и, конечно, я, у меня есть класс для начинающих, ну, я иногда с ними занимаюсь, вот иногда, но, как правило, все начинающие у нас вливаются в одну группу, вот, потому что мы занимаемся три раза в неделю. Вот, у нас один зал и для актеров, для занятий с актерами, и для занятий, вот именно лабораторией, еще для каких-то наших внутренних занятий. У нас один зал, есть свое расписание, вот, и мы занимаемся три раза в неделю, включая воскресенье. Вот, и, как правило, мы, как сказать, мы приглашаем людей, которые у нас потом в дальнейшем занимаются, если они имеют начальную хореографическую подготовку или гимнастическую, мне, как хореографу, так легче, конечно, заниматься и легче их вести в наш класс, потому что наш курс обучения рассчитан на год. Это восемь месяцев, как работают студенты у нас, так и работают вот участники лаборатории. Но даже если кто-то приходит в середине года, в любое время можно прийти, и у тебя, так сказать, пойдет твой отсчет. Ты вливаешься в эту группу, и идет отсчет восемь месяцев. Почему так восемь месяцев? Это можно и дальше продолжать, это безусловно, но через восемь месяцев у нас выдается сертификат о прохождении дополнительного образования детей и взрослых, как художественная эстетическая направленность. То есть у нас в институте есть лицензия на такую образовательную деятельность. Это не только наша лаборатория, у нас есть и школа искусств детская. И вот у нас несколько таких подразделений, которые дают дополнительное образование или вот так вот. Даже какой-то базовый, может быть, кто-то раскроет себе потенциал. Да, безусловно, безусловно, там и для детей, и взрослых, и вот в том числе и в лаборатории. Мое предпочтение в лаборатории – это возраст где-то от 15 лет. Почему от 15 лет? Потому что я так, может быть, читаю. Вообще считается, что ребенок, еще можно сказать, уже понимает, что он хочет заниматься танцем. И именно современная хореография ему по душе. И именно какие-то идеи он может выразить и принять то, что дает хореограф. Но есть у нас случаи, когда приходят и в, безусловно, и в 14 лет, в 13, и даже недавно у нас пришла девочка в 11 лет. Она такая маленькая, но она уже занимается. У нее есть базовая. Да, да, да. Мало того, что это почти у нее там профессиональное обучение идет. Вот. И она нас очень поразила своим желанием заниматься. Вот. И то, что у нее получается. И я для себя решила, что, конечно, вот если вот такая девочка к нам пришла, то мы можем брать и возраст. Мире 15 лет. Да, 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 да. Это не зависит. Юридически это никак не зависит. Это вот только так вот. Установка такая ваша личная. Да, да, да. Такая внутренняя установка. Вот моя и так. Поэтому. Виктория Ефимовна, ну, Коль уж мы заговорили про форму обучения. Я знаю, что у вас также сессии есть. Да, мы можем назвать в лаборатории. Это как сессия, действительно. Потому что у нас существуют такие открытые уроки для зрителей. Так мы обычно не предпочитаем, чтобы на нас смотрели. Вот. Но даже кто приходит на разовые занятия, которые у нас существуют, мы говорим, вот на раз. Вы не смотрите? Можно посмотреть? Можно. Но вы занимаетесь с нами. И вот это и есть разовое занятие. А если кто-то хочет вообще, в принципе, посмотреть, что это такое, вот, мы приглашаем на так называемые открытые уроки. И проходят они именно где-то перед Новым годом. Буквально с ней давно у вас в лейте уроки. Да, да, совершенно верно. Да, у нас прошел открытый урок. Все прошло очень хорошо. Вот. Это перед Новым годом. Мы делаем такое себе праздничное настроение. Вот. Завершаем какой-то курс обучения. И второе, ну так, открытый урок, как принято уже, как традиционно сложилось, мы проводим где-то в июне. Тоже, когда сессия у наших студентов, вот, мы делаем такой открытый урок, показываем для зрителя. И иногда даже мы проводили факультет повышения квалификации для хореографов на базе нашего института. И наши хореографы смотрели и зачеты, и экзамены на театральном факультете именно по движенческим дисциплинам, дисциплинам пластического цикла. И также входил просмотр урока лаборатории современного танца, как вот обучающий такой вот проект. Вот. И вот так, да, так у нас, да. То есть, в принципе, выступления, они бывают. Да, вот это, да, это, можно так сказать, что это выступление действительно проходит, как класс-концерт. Значит, мы показываем урок, чем мы занимаемся. Ну, выносим, конечно, уже такой, как постановочный урок, потому что какие-то, какие-то другие упражнения, движения мы не выносим уже для зрителей. Они нам просто помогают быть, существовать в каких-то различных комбинациях. Вот. И также мы показываем постановочные работы. Это, как правило, какие-то отдельные номера. Вот. Которые мы делаем внутри нашей лаборатории. Но вот в последнее время, ну, вообще, мы просто начали выставлять на конкурсе свои номера. Они иногда такие не в формате, скажем так, по минутам, как у нас сейчас на конкурсе требуется определенное количество минут. Вот. По идее какой-то. Но мы стараемся так, что в последнее время, если сделать номер, что мы его можем выставить где-то на конкурс. Вот, чтобы показать. Убить двух зайцев, так сказать. Да, да, да. И чтобы как концертная деятельность для учащихся, для вообще просто показать себя, вот, чем мы занимаемся. И вот так вот у нас не все участники лаборатории заняты в номерах. То есть те, кто уже как-то лучше, кто может. И ведь вообще вся эта деятельность нашей лаборатории, да, мы говорим эксперимент, это тоже как индивидуальное такое, индивидуальное вложение каждого участника. И каждое занятие, и каждый открытый урок, и каждый номер, он как-то зависит от индивидуальности наших учащихся. И я, как хореограф, я просто, ну вот, именно делаю как-то под, ну, стараюсь вот так вот сделать такой вот номер, который был бы и по душе, и по пластике. Раскрыл бы весь потенциал человек. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вы поскромничали сейчас, они рассказали о своих достижениях и наградах в лаборатории, участников лаборатории. Да, да, вот одно из таких, мы очень, так сказать, рады тому, что один номер у нас, который, скажем так, не в формате, он идет почти 6 минут, он называется «Примири меня со мной». Полезно, наверное, посмотреть. Да, это в исполнении Ольги Коростылевой, это одно из первых наших участниц, которая в 2010 году пришла к нам, и вот до сих пор с нами. И, конечно, ее понимание вот этой современной хореографии, она такое уже, ну, так сказать, ну, как, не сказать, чтобы полное, но, в любом случае, да, 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 осознанное. Вот она, и она смогла воплотить именно вот эту задумку, как мы с этим номером съездили вот в 2015 году в Красноярск на фестиваль, знаменитый такой есть фестиваль современного танца «Асидора». Вот, но этот номер только был в становлении, только была его премьера, и мы получили там, ну, как не знаю, мы стали участниками там. И я, конечно, была расстроена, но, тем не менее, я поняла, что номер просто в работе, он просто в работе на самом деле, и мы его настолько доработали, настолько вот сама Оля пережила этот номер, что мы его сняли на видео и прошли первый этап в таком конкурсе, как наследие эти психоры, это мы стали лауреатами первой степени, вот, и мы прошли первый видеоэтап, и нас пригласили в Европу на второй тур, вот, и дали нам грант на двоих по 100 евро, но, тем не менее, очень приятно, и вот приглашение. Вот этот грант мы можем использовать при поездке, значит, на эти фестивали, которые именно связаны с этим конкурсом. Вот это первое, также мы с этим номером были и стали дипломантами здесь у нас в городе, на 10-м всероссийском конкурсе современной хореографии, танцевальный квартал. Вот, ну и недавно, это на танцевальной олимпиаде, тоже у нас мы стали лауреатами третьей степени в номинации хореографической миниатюры, потому что действительно все наши номера, это как хореографические миниатюры, вот мы так стараемся их сделать. Вот, ну вот, и еще хочу, не могу не сказать об одном номере, в исполнении Анастасии Пинчук, это студентка музыкального колледжа нашего института, она играет на скрипке, и она уж очень хотела вот просто играть и танцевать, вот у нее есть свои кумиры, значит, в этом направлении, и она тоже добилась того, что я ей поставила номер, было очень тяжело, ей самой было тяжело, но она такая трудолюбивая, что вот добилась того, чтобы вот этот номер, мы его назвали полет души, действительно, ей так хотелось душой танцевать, и вот с этим номером мы тоже здесь стали лауреатами второй степени на арт-фестивале летом 2016 года. У нас остается буквально пять минут, а я бы хотела задать еще один немаловажный вопрос, я думаю, он будет интересен нашим телезрителям. Мы говорили сегодня об артистах Института искусств, проходит традиционный вечер пластики в марте, ко дню театра, и это, скажем так, результат их работы актерской, и в танце именно, при обучении. А расскажите именно вот о программе обучения артистов, потому что это ведь такая специфическая работа, они учат очень интересные направления танцевальные, это историко-бытовые танцы. Давайте поговорим об этом. Конечно, конечно, актеры очень развиты и должны быть развиты физически, и они не только должны быть развиты физически, но иметь знания и представления о всех эпохах, которые им нужно представлять, как и на театральных подмостках, сначала это на стадии обучения, и так и потом в театре. И вот все это они проходят в институте. Я как завкафедра сценического движения и танца могу сказать, что у нас есть несколько, пять дисциплин. Это танец, сценический бой, сценическое движение, ритмика и пластика в драматическом театре, где актеры учатся различным техникам, знаниям, им прививаются знания. И что касается танца, это все. Это начиная с разминки, с какой-то общей физической подготовки, где нужно иметь и гибкость, и выворотность, и силу мышц связок. В общем, все, весь полный набор. Это большая работа. Вот, кстати, станок, классический экзерсист, который они должны знать. На последнем, скажем так, на предпоследнем курсе, на третьем курсе, они получают еще народно-сценический станок, что для них очень трудно. Но тем не менее. Дальше. Это народно-сценические танцы. Это историко-бытовые танцы. В историко-бытовых танцах как раз-таки поклоны, этикет. Это все, что нужно знать. Если человек станет в 17 веке, это так, в 19 веке это так, как в 16 веке это особое положение корпуса, это особая работа с предметом и костюмом. Вот это как-то все мы стараемся дать студентам уже на базе их обучения. Да, увидеть результат этой работы все могут. Да, все могут. Это наш, ну теперь уже скажу, что это знаменитый вечер пластики, который был также вот с моей подачи организован в 2006 году. Первый вечер пластики прошел. Десять лет уже получается. Да, это получается даже больше. Да, именно в 2006 году мы его приурочиваем теперь уже к Семирному дню театра. Вот, и да, шесть больше, больше у нас в прошлом году был юбилейный. Да, ну в общем, очень, я считаю, что действительно это становится уже таким интересным событием для нашего института в целом. Вот, потому что студенты демонстрируют себя вот только в пластике, в танце. Это какие-то номера по ритмике, сцен, бой, сценическое движение. И здесь уже не прикроешься как какой-то драматической ролью, как каким-то предметом, как не уйдешь никуда, не сойдешь с места, потому что это рисунки, это линии, это партнеры, это зрители. И вот тем самым это трудно, но тем самым это интересно, я думаю. И вот в рамках такого же вечера пластики мы, ну вот у нас участники лаборатории, также вместе с нами участвуют в этом вечере пластики, показывают свои достижения. И иногда в номерах лаборатории у нас заняты студенты как музыкального факультета, так и театрального. Вот, потому что уже есть студенты, которые учатся у нас на музыкальном и театральном факультете, они к нам приходят и занимаются именно вот современной хореографией. Да, и жители Владивостока уже очень полюбили это мероприятие, я думаю, все о нем знают и придут еще не раз на него. А Виктория Ефимовна, нам пора заканчивать, к сожалению. Я бы хотела, чтобы напоследок вы поздравили всех с наступающим Новым годом. Я от души всех поздравляю с наступающим Новым годом. И хочется, чтобы это был именно семейный праздник. И чтобы каждый из вас, телезрителей, вообще каждый, провел его для себя вот так, как он хочет, так, как он задумал, чтобы это было приятно для души, для тела. Ну, собственно говоря, чтобы потом было такое хорошее-хорошее настроение на все подвиги, чтобы это было вдохновение творческим людям. Это творческое вдохновение, а вообще всем людям творческого вдохновения. Спасибо вам большое, было очень интересно. Ждем вас еще в гости. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова